Здравствуйте! С вами команда IT Angles. Пока рыба не рестится и лодочный сезон еще не открыт, мы решили вам показать серию обучающих видео о картографии. В данном видео мы расскажем вам, как застроить бесплатные карты глубинь Genesis Life, создать читаемую палитру, нанести поверх карты спутника и добавить на нее берега. Список поддерживаемых устройств можно посмотреть на сайте genesis maps. Прошивка для HALOTA Lawrence должна быть не ниже версии 18.3. Переходим к регистрации. Для регистрации заполняем форму. Указываем имя, фамилию, ML-адрес, на который придет к подтверждению регистрации. Пароль. Подтверждаем пароль. Принимаем условия пользования. Выбираем метры, километры в час, миллиметры ртутного столба. Создать аккаунт. На указанный нами email было отправлено письмо для подтверждения регистрации. Открываем полученное письмо и переходим по ссылке. Теперь мы можем авторизоваться. Нажимаем войти. Вводим email, указанный при регистрации. Пароль. И войти. Мы успешно зарегистрировались и авторизовались на сайте genesis maps. Теперь нам необходимо добавить наше устройство. Нажимаем кнопочку добавить устройство. Заполняем название. Данное наименование будет отображаться на сайте при скачивании карт. Выбираем наше устройство. Заполняем серийный номер и содержание ID, которые мы можем посмотреть в настройках эхолота о приборе. При заполнении содержания ID, важно обратить внимание на большие и маленькие буквы. Добавить. Мы успешно добавили наше устройство. Настройки genesis live по умолчанию не доступны для редактирования. Потом нам необходимо скачать карту, которую мы будем выбирать для редактирования палитры. Если для вашего региона доступна карта, вы скачиваете ее и можете использовать карту глубин. Если нет, то скачивайте любой участок. Выбираем наше удовольное устройство. Скачать карту. Сохранить файл. Распаковываем архив и директорию с картой копируем в ваш эхолот. Дальше переходим больше опции источники карты и выбираем скачанную нами карту. Возвращаемся назад. Параметры карты и теперь здесь стала доступна опция затенения. Глубина 1, глубина 2. Глубина 2 позволяет вам настроить и отделить определенные интересующие вас диапазоны глубин. В основном пользуемся глубиной 1. Далее для определенной глубины в метрах мы указываем цвет, который будет ее отображать. И после настройки карта стала более читаемая. Теперь мы можем перейти к созданию спутниковой карты. Для этого нам понадобится приложение SOS Planet. Открываем его. Здесь можем выбрать интересующий вас источник карты. Для нас это Google Maps. Переходим в View и выбираем Z16. Там выключили сетку. Выделение. Выбираем квадрат 4х4. Переходим в Download. Выбираем Zoom 19. Обращаем внимание, что выделенная область не больше чем 10 на 10 тысяч пикселей. Потому что это ограничение SOS Planet. И нажимаем Start. Скачали. Переходим в Selection Manager. Stitch. Здесь выбираем KMZ for Garmin. Выбираем путь. Куда мы сохраним файл и называем его. Карту нашу выбираем. У нас это Read Google Maps. И Zoom, на котором мы скачивали. Это 19. И Projection. Мир Кратор Google Maps. Нажимаем Start. Успешно сформировали KMZ файл. Переходим в директорию. Куда мы сохранили и убеждаемся, что он у нас создался. Открываем его в Google Earth. И видим, что сохраненная нами область успешно открывается. Далее может быть так, что в одну выделенную область вы не поместили ту область карты, которую вы хотели экспортировать. Потом мы переходим в Selection Manager и сохраняем выделенную область. Называем ее OK. И теперь мы видим, что она подсветилась у нас на карте. И нам так будет проще выбирать другие области, чтобы они не пересекались. Выбираем выделение. Выделяем следующие 4 на 4. И дальше все по тому же принципу. Скачать Zoom 19. Start. Выделение Stitch. КМЗ. Название файла. Обращаем внимание Zoom 19. Он у нас сбился. Ну, старт. Сохраняем, если мы планируем еще экспортировать части, потому что оно было потом удобно. Все. Убеждаемся, что в нашей директории находятся два файла. Теперь мы распаковываем полученные нами КМЗа файлы как архив. И запускаем приложение Inside Map Creator. Выбираем View, Processing Mode, Click Home Mode Window. Добавляем файлы из директории, которые мы распаковали. Нам нужны KML файлы с одной папочки и со второй. И нажимаем Build. После того, как завершился процесс, переходим в View, Processing Mode, Raster Mode Window. Здесь переходим в Raster Options, Satellite Imagery, Shaded Relief Imagery. Atlas Options и в Atlas Description вводим название карты, которую мы хотим увидеть в эхолоте при выборе карты. После равно пишем название. У нас это Satellite. Теперь добавляем папочки, которые мы распаковали. Первую и вторую. Можно их через CTRL обе выбрать. Минимальное разрешение, оптимальное значение 2. Если ставить меньше, то объем карты будет увеличиваться, а картинка уже лучше становиться не будет. Максимальное разрешение это 128, соответствует масштабу в 5 километров. Выбираем директорию, куда мы сохраним результат. Нажимаем Build. И ждем, пока завершится конвертация. Готово. Закрываем. И видим, что создалась папочка Bound T5. Мы ее можем переименовать, чтобы мы знали файлы от какой карты там находятся. Копируем на флеш-карту с нашего эхолота. Безопасно извлекаем. Вставляем в эхолот флеш-карту. Заходим в карту, больше опций, источники. И здесь выбираем карту, которую мы создали. Далее параметры карты. Затененный рельеф. И отобразилась наша карта. Теперь включим отображение Genesis Live. И вы увидите, что Genesis Live перекрывает береговую линию. Но ничего, мы сейчас это поправим. Для этого нам понадобится приложение Google Earth. В нем создаем в моих метках папочку. И нажимаем создать многоугольник. Обводим береговую линию острова. По такому же принципу мы создали остальную береговую линию. Сохранить местоположение как. Сохранить. Мы получили KMZ файл береговой линии. Теперь нам необходимо этот файл сконвертировать в CSV файл. Открываем Global Mopper. И проверяем настройки, чтобы они у нас были правильные. Major Units широта-долгота. Projection широта-долгота. И Datum. Открываем файл полученный из Google Earth. Убираем карандаш для выделения. И преобразовываем это все в линию. После того как мы преобразовали. Если приблизить. Мы видим что плотность точек местами достаточно низкая. А для Genesis Live она должна составлять 1 метр. Потом нажимаем правой клавишей. Crop Combine Split Functions. Resample Split Selected Futures. И здесь выбираем 1 метр. Плотность точек увеличена. Выделяем User Created Futures. Файл. Экспорт. Экспорт вектор лидар формат. X, Y, Z, Simple Asky Text File. Запятая разделитель. Координаты. Сначала Y. Потом X. Ок. Название файла нашего. Сохранить. Мы получили CSV файл. Открываем блокнотом полученный нами файл. И здесь нам нужно заменить значение минус 999. Выделяем его. Копируем. Вправка. Заменить. Вставляем. И меняем значение на минус 1. При значении минус 1 у нас не будет эффекта, когда красные области Genesis Live перекрывают береговую линию. Заменить все. Файл. Сохранить. Заменить все. Последний этап. Запускаем приложение Genesis Live Tool. CSE Genesis Live. Выбираем что у нас текстовый файл. Открываем файл который мы редактировали в блокноте. И происходит конвертация с нашего текстового файла в Genesis Live. Все. Готово. Важно обязательно переименовать. Genesis Live Out. Genesis Live. Копируем. На нашей флеш карте. Удаляем. В текущую директорию Genesis Live. И вставляем наш. Все. Готово. Проделав выше указанное действие мы видим результат. Мы навесли карту глубин на снимке со спутника. Добавив береговые линии Genesis Live перестал перекрывать часть суши. В следующих выпусках мы затронем основы работы с рифмастером. Покажем как создавать карты водохранилищ до затопления. Спутниковую карту меляков. И как загрузить данные карты не только в эхолот, а и ваше мобильное устройство. Если видео было вам полезно, поддержите молодой канал лайком и подпиской. А мы в свою очередь будем радовать полезным и интересным контентом. До новых встреч. Ну и конечно же ссылки на все используемые программы в описании. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok